Всем привет, друзья! С вами я, Аристократ. Чего-то не хватает, да? Одну секундочку. Так-то лучше. Давненько я не выходил с вами, чтобы поговорить по душам, на видео, как обычно, как я люблю. И Новый год стал уважительной и хорошей причиной, чтобы я снял такое видео. Чтобы поностальгировать, вспомнить все моменты, которые были в этом году. Это видео, это чисто фристайл. Я не писал сценарий к нему. Я просто поговорю с вами по душам, выскажу все, что я думаю про этот год. Он вообще не был напрасным, как вы понимаете. И было очень много всяких прикольчиков, хороших, плохих моментов. Постараюсь в этом видео меньше ругаться матом, чем обычно, потому что тема такая широкая. Ну вот так вот, просто постараюсь. Такое хорошее настроение. 2023 год. Он был очень насыщенным годом. Я написал, наверное, 100 с чем-то песен, как минимум. Я выпустил много релизов. Не настолько много, как дней в этом году, конечно, как у других артистов. Но я выпускал, к минимуму, первую половину года. По количеству релизов я хорошо выпустился. У меня был альбом в этом году. У меня были кучи фитов. Меня заметил Моргенштерн. Как это бы странно не звучало, но да, типа, камон. Я был на первом месте из пародистов Моргена. Это вообще, это была моя мечта, которая сбылась. Это была стена, которую я пробил. Классно, круто. Я очень много чему научился в этом году. Ну, прям страшно. Страшно просто осознавать это количество информации, как сводить песни. Как писать песни. Я написал очень много песен. Я очень много учился. Поднял свой уровень на очень большое расстояние. Горжусь ли я собой? Горжусь. Конечно же, горжусь. Это была очень коропотливая работа, которая окупит себя в ближайшем будущем. Ну, или в принципе в будущем. В этом году я познакомился с очень многими людьми в медиасфере, просто в обычной жизни. В этом году я очень много осознал. Этот год сделал меня сильнее. Этот год сделал меня намного сильнее, чем раньше. Я прошел через столько дерьма в этом году. И через хорошее, и через плохое. И в участке я побыл. И что у меня только не было в этом году. Конечно же, все эти истории я обычно рассказываю в песнях. И буду продолжать рассказывать в песнях, потому что истории эти стоящие. В этом году я открыл свое музыкальное объединение, которое развалилось в конце. Мне я нисколько не расстроен, потому что так и должно было быть. Этот год, это поистине что-то невероятное из всех, что было в моей жизни. Он самый такой, был сложный. Это тот самый год, который меня проверял на прочность. И я хочу сказать, что я прошел все проверки этого года. Вот. Я много чего осознал. Очень много. Я осознал, что цифры, это всего лишь цифры. Я начал ценить цифры. Потому что, когда вышел альбом «Кто я?», мне было 16 лет. Мой самый первый альбом. И этот альбом конкретно снес мне крышу из-за того, что до этого у меня вообще не было популярности никакой. И тут бамс нахуй. И до хера людей тебя слушают. Как говорится в ВКонтакте, только на этом альбоме 13 тысяч человек. Именно не прослушиваний, а человек. На альбоме сейчас стоя больше 50 тысяч прослушиваний. Я даже не знаю, сколько я не проверял. Не знаю, если подкреплю, но просто знайте. И, конечно же, на тот момент мне это снесло голову. Мне это снесло крышу по полной. Но сейчас, спустя столько времени, я рад, что это все со мной произошло. Я осознал, что это такое. Я рад, что я благодарен очень сильно этой истории. Очень сильно. За этот год я набрал тысячу подписчиков. За этот год у меня на канале, на ютубе набралось больше 300 тысяч просмотров. Суммарно. За один год. На моем телеграм-канале больше тысячи подписчиков. За этот год. Вот кажется, вроде мало чего сделал. Кажется, вроде год прошел наполовину пустой. Но цифры говорят обратное. В данном случае цифры имеют свой вес. И они дают понять, что было совершено в этом году. Я очень много чему научился. Я благодарен этому году. Очень сильно. Я забыл сказать самое главное. У нас сегодня вышла песня с Bad Angel'ом и с еще одним артистом. Вот. Переходите и слушайте ее на всех цифровых площадках. Ссылочка в описании, друзья. Я познакомился с крутейшим, умнейшим человеком, Романом Bad Angel'ом. Скоро вы про него вовсе узнаете очень многое. Этот человек должен был быть артистом моего предыдущего лейбла. Но так как этот лейбл развалился, якобы лейбл, музыкальное объединение я так называю, я решил пойти с ним до конца. И скоро вы узнаете нашу историю. Мы вам ее расскажем в большущем альбоме. Огромнейшем альбоме, который, уж поверьте мне, дамы и господа, заставит всех вас обратить внимание на наших персон. Вот. Этот год был поистине сильным годом. Я думаю, что ни одного меня этот год очень многому чему научил. Этот год поменял мой взгляд на все. На музыкальную индустрию, на лейблы. Да, в принципе, на все вещи, на людей. И я очень рад, что я прошел через этот год так, как я его прошел. Я очень благодарен всем подписчикам, которые остались со мной. Всем людям, которые за мной следят и дают мне фидбэк, который я получаю от вас. Ребята, вы не понимаете, насколько вы греете душу вашими комментариями, вашей активностью, когда вы переходите по тем или иным ссылкам, которые я кидаю в телеграм-канал. Это сейчас обращение ко всем ребятам в телеграм-канала. Вы лучшие, ребята. Вы остались со мной на этом пути, который только начинается. И да, хоть я прошел через этот путь всего лишь год в медийной сфере. Но за этот год мы с вами очень много чего поняли и много чему научились. Я желаю всем, чтобы вы прошли через 24-й год на максимум. Радуясь, наслаждаясь, набираясь новыми знаниями, новым опытом, новыми историями, чтобы ваш год прошел максимально насыщенно. А я буду продолжать выпускать видео, делать песни и радовать вас новыми работами. С вами был Аристократ. Я желаю всем нового, отличного, пиздательшего года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!